Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! И, как вы знаете, на моем канале стартуют недельные видео про макияж. Каждый день определенный макияж. И в конце, конечно же, я буду более-таки вечерние делать макияж. И сегодня у нас второй день вторник. Пазу я уже нанесла. И тональную основу тоже я нанесла. Может быть, кто-то не смотрел прошлое видео, то я скажу, что я свое лицо высветлила. И пользуюсь вот такой вот тональной основой, светлой довольно-таки, в десятом оттеночке от Catrice. И она мне идеально подходит. И у меня нет таких супер-синячков. Если у вас есть синячки, то вы можете проработать еще консилером. Мне он не нужен, потому что у меня, как я сказала, не выделяются какие-то синие пятна или что-то такое. То есть тональная основа это хорошо перекрывает. И мне достаточно на целый день. И плюс ко всему прочему, она не забивается потом в такие гусиные лапочки и не оставляет там ничего. То есть если я сделаю консилер на целый день, да, там получается немножечко многовато. И поэтому именно на повседневный макияж консилер я сейчас не делаю и не высветляю эту зону еще белее. Я буду наносить бронзер на свое лицо. Смотрите, он не такой ядовитый, как был вчера, но сегодня он более такой мягкий. И все-таки, наверное, вот именно с этим бронзером румяна будет идеально хорошо смотреться. Он хорошо очень подсвечивает и именно для светлой кожи идеально хорошо подходит. И также наношу этой же кисточкой на косточку и придаю этим самым некую тень. Ну что, вот так вот уже, смотрите, более-менее такой свежий вид, очень отдохнувший вид, словно я приехала с какого-то отпуска. Ну что, приступаем к следующему шагу. Это у меня будут румяна. Румяна я беру в этих двух оттеночках, все смешиваю и наношу на щечки. Ну смотрите, великолепно, можно дальше вообще уже не краситься. Следующим этапом я закрепляю пудрой зону вокруг глаз, чтобы все-таки там не скатывалась тональная основа. И пудра у меня светлая, она немножко высветлит эту зону и придаст свежесть. В принципе, и так все хорошо, можно реснички накрасить и уже вуаля, все готово. Но я, наверное, не пройду мимо такого красивого фиолетового карандаша, тем более фиолетовый сейчас весной. Он очень такой актуальный цвет и карандаш я растушевываю, чтобы не было бедать четких каких-то границ. Наносим самую подходящую для вас тушь, чтобы она не осыпалась на целый день и ваши реснички выглядели великолепно. Ну и последний шаг, чего нам не хватает, это, конечно же, вроде как губной помады или блеска. И сегодня я воспользуюсь таким вот кушоном от Catrice. Ну вот и все, получился вот такой вот простой легкий макияж. Как вы видите, это очень занимает мало времени, мало продуктов. Ко всему прочему, это два движения здесь, одно движение здесь. Я думаю, что этот макияж очень легко повторить. Расскажите, предпочитаете ли вы стрелки или не любите вы их? Или вы просто любите накрасить реснички и идти в свет, как говорится? Ну что, на этом с вами хочу попрощаться и пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Мы с вами встретимся завтра. Завтра будет макияж на среду, не пропустите его. И, конечно же, я буду рада, если вы будете подписываться и лайкать это видео, если оно вам понравилось, принесло пользу. И всем желаю всего самого-самого наилучшего. Пока-пока. С вами была Марина Мюллер. Субтитры подогнал «Симон»!